Минпромторг согласовал перечень товаров и брендов, которые будет разрешено возить в страну без согласия производителя. В список попали комплектующие для автомобилей, электронной бытовой техники, промышленное оборудование, одежда и обувь, и косметическая продукция тоже есть в списке. Параллельный импорт воспринимается как серый наряду с черным. Незаконный. Так ли это? Не только в цветовых, но и в содержательных нюансах экспорта разбиралась моя коллега Ольга Солоницына. Оль, приветствую. Есть мнение, что серый импорт – это легализация контрафакта. Какую почву имеют под собой такие опасения и что будет с ценами на бьюти-процедуры в России? Ксения, приветствую. Ну, теоретически, никакой почвы. Тут важно не путать. Параллельный импорт действительно иногда называют серым, но не в смысле, что это контрафакт. Товар нормальный, со всеми лицензиями и сертификатами, он легально возится и декларируется на таможне. Единственный нюанс – теперь это можно делать без официального разрешения правообладателя, что раньше в России было запрещено и наказывалось. Но сейчас, как говорится, совсем другая история. В списке Минпромторга весьма приличная группа товарной номенклатуры ВЭД с цифрами от 3303 до 3307. Это практически весь спектр косметической продукции. Вообще, включение в этот список, конечно, показатель того, насколько не импортозамещена у нас эта сфера. Более 90% сырья, активов, которые входят в состав нашей косметики, это все зарубежное сырье. Если можно говорить о отечественном рынке сырья, то он сегодня, на самом деле, очень сильно ограничен. И найти что-то на отечественном рынке сырья мы, к сожалению, не можем для того, чтобы решать какие-то конкретные проблемы кожи лица с помощью косметики. В России производят глицерин, варианты поверхностно-активных веществ, эмульгаторы. У нас кое-кто синтезирует пептиды, но для этого нужны и зарубежные реагенты. Есть неплохие СО2-экстракты. Кое-кто даже пытается сертифицировать их по действующему веществу, что, безусловно, приближает качество к мировым стандартам. Но, по признанию экспертов отрасли, ни у одного из российских производителей сырья нет результатов клинических испытаний, подтверждающих эффективность их продукции. Возможно, пока нет, но, одним словом, химию нам нужно развивать и сдавать экстерном. Но даже в нынешней ситуации до бабушкиных рецептов красоты, как то огурцы на глаза или детская присыпка вместо пудры, до этого, конечно, дело не дойдет. Ситуация устаканилась. Никаких перебоев с поставками препарата на сегодняшний день не существует. Единственное, что, конечно же, так как это зарубежные препараты, напрямую зависит от курса доллара и евро, ценник на них несколько поднялся, но, тем не менее, на рынке они присутствуют. Более того, спрос на услуги бьюти-индустрии после некоторого спада восстанавливается. Русские женщины даже кризис хотят переживать во всеоружии. Быть может, не так часто, как раньше, но россиянки будут окрашивать волосы, ходить на маникюр, ставить уколы красоты и даже заниматься более серьезным тюнингом. Например, спрос на операции по увеличению груди не снизился даже при выросших ценах. Производства грудных имплантов в России тоже, увы, пока нет. А еще врачи красивой отрасли просят поскорее наладить собственное производство одноразовой расходной продукции. Ну и всем надо привыкать к новым ценам. Причем стоимость инъекционных препаратов выросла незначительно, до 15%. А вот уходовая косметика совершила резкий взлет. Мы уже увидели очень резкий скачок, собственно, роста цен на всю косметику. И это составляло примерно 30-40%. И очень сильно совпало с ростом спроса потребительского. Сейчас, конечно же, уже все цены возвращаются почти на прежние места, потому что стабилизируется курс, собственно, рубля. Ну, прежние места, это, конечно, очень условно сказано. Такими, как были, цены уже не будут. Но не стоит сейчас впадать в уныние, хотя бы для того, чтобы не усугублять имеющиеся морщинки. Ведь хватит денег на их коррекцию или нет, вот в чем сейчас главный вопрос. Студия. Да, Ольга, согласна, хмуриться надо меньше даже от таких непозитивных новостей. И присматривать альтернативные марки уходовых средств и той же салонной краски для волос нам придется. Мне уже пришлось таковые реалии. Альтернативные марки уходовых средств.